Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о семье известного актера Михаила Боярского и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В последнее время команда Никиты Михалкова помимо преступлений в российском шоу-бизнесе переключилась на депутатов Госдумы и ведет активную антикоррупционную проверку. Первые результаты просто шокируют. Только за последнюю неделю было арестовано 27 слуг народа за получение денежных взяток и неудовлетворительное ведение своей работы. Антикоррупционный комитет не останавливается на достигнутом и начал проверку депутатов, родителями которых являются известные артисты. Одним из первых под раздачу попал известный депутат Сергей Боярский, отец которого известный артист Михаил Боярский, широко известный по роли Д'Артаньяна. Вчера вечером в Санкт-Петербурге практически в полном составе была арестована семья Михаила Сергеевича, включая его сына Сергея Боярского и его дочь Екатерину. К сожалению, в полиции оказался и сам Михаил Боярский, которого серьезно подвел его сын Сергей. Теперь Михаилу Сергеевичу придется побывать на допросах в полиции и ответить на некоторые вопросы. К слову сказать, что депутат Сергей Боярский и его дочь Екатерина арестовывались уже не раз. Однако им постоянно удавалось выходить сухими из воды, благодаря дружбе с вышестоящими эшелонами власти. Однако на этот раз все очень серьезно. В антикоррупционном комитете несколько дней назад появился новый сотрудник, министр обороны Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов, который активно помогает Никите Михалкову в борьбе с коррупцией среди депутатов. Причиной для ареста Михаила Боярского и его близких стали вчерашние обыски, которые прошли в трех квартирах в Санкт-Петербурге и Москве, которые принадлежат известной семье. Чрезвычайность ситуации заключается в том факте, что депутат Сергей Боярский использовал квартиру своего отца для хранения незаконных документов и колоссальной суммы в иностранной валюте. Однако сам Сергей Боярский не признает своей вины и заявляет, что все незаконные документы и колоссальная денежная сумма в иностранной валюте, которая, кстати, была не зарегистрирована, принадлежат не ему, а его отцу. Помимо этого в других квартирах семьи Михаила Боярского были обнаружены иностранные поддельные паспорта, также крупные суммы в рублях, евро и долларах и незаконные договора и контракты о ведении незаконной коммерческой деятельности. Данное дело взяли под личный контроль Следственный комитет Российской Федерации и члены антикоррупционного комитета, включая Никиту Михалкова, Александра Домогарова и министра обороны Андрея Белоусова. К сожалению, если Михаил Боярский не сможет объяснить появление колоссальных денежных сумм в своей квартире, а Сергей Боярский не признает свою вину, то Михаил Сергеевич вместе со своим сыном могут оказаться в следственном изоляторе по статье «Незаконные финансовые операции с валютой». Как сообщает пресс-служба антикоррупционного комитета, общая конфискованная финансовая сумма в семье Михаила Боярского составила почти 100 миллионов долларов, 30 миллионов евро и почти 1 миллиард рублей. К слову сказать, что еще год назад сын Михаила Боярского очень некрасиво повел себя по отношению к родной сестре Елизавете. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще год назад у Елизаветы Боярской диагностировали рак мозга третьей степени. В то время дочь известного артиста находилась на волоске от смерти, и ей требовалась дорогостоящая операция стоимостью несколько десятков миллионов рублей за рубежом. Но ее родной брат Сергей Боярский не помог сестре. Он заявил, что не имеет такой суммы денег, хотя сегодняшние события подтвердили обратный факт. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня утром на Веденеевском кладбище столицы началось прощание сына министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова Сергеем Белоусовым, героически погибшим несколько дней назад во время спецоперации. Сергею Белоусову было 32 года, и он являлся майором ВДВ. У Андрея Ремовича Белоусова есть еще один сын по имени Павел. Ему 30 лет, и он работает историком в научном обществе. Чрезвычайно тяжелая и трагическая ситуация в семье главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Никита Сергеевич по причине семейной драмы пропустил два важных совещания и деловые поездки. Отметим, что дочь Никиты Михалкова Анна Михалкова уже 15 дней находится в состоянии комы. Причиной разбойное нападение, которое было совершено на дочь Никиты Михалкова несколько месяцев назад. Антикоррупционный комитет предложил отправить сына бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Даниила Шойгу и зятя Сергея Шойгу Алексея Столярова в зону спецоперации. Чтобы те искупили свою вину, а позже ответили за свои преступления. По требованию антикоррупционного комитета был арестован министр труда Омской области Владимир Куприянов. Сегодня опального министра уже этапировали в Москву. Причина ареста – финансовые махинации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok